Библейский портал экзегет.ру представляет 132-й псалом для библейского портала «Экзегет», читаю, перевод российского библейского общества. «Песня восхождения сложена Давидом», говорится они, и вот она как-то вываливается из всех песней восхождения, на первый взгляд. Ну, во-первых, это загадка. Песня восхождения, вот предыдущая 131-я, 131-й псалом, ну вот предыдущая эта песня была такая, но сложноватая, да, но все остальные очень простые. В каждом псаломе буквально одна основная мысль, и, может быть, небольшие только ее какие-то разветвления, а вот здесь просто загадка, это вообще о чем? Давайте прочитаем. Песня восхождения сложена Давидом. «Как хорошо и приятно, когда братья вместе. Это как лучший елей, что стекает с головы на бороду, на бороду Аронову стекает на ворот его одежды. Словно роса с Хермона, что не сходит на горы Сионские. Господь этому месту дал благословение и жизнь навеки». Ну, во-первых, я не согласен. Я категорически не согласен, что когда елей оливковое масло течет с головы на бороду, да еще и стекает на одежду, это хорошо и приятно. Пожалуйста, не поливайте меня оливковым или любым другим маслом. Это испортит мою одежду и, в общем, надолго заставит приводить себя в порядок. И при чем здесь Арон, который давно умер? А что это за два по географии автора роса с Хермона не сходят на горы Сионские? Представьте себе, что там с Уральских гор на Кавказ что-то сходит. Херман — это Галилея, да, это главная гора Святой Земли, это на севере в Галилее, а Сионские горы — это Иерусалим и его окрестности. Это довольно далеко, ну, по тем меркам. У нас страна большая, у нас расстояние тоже больше. Но это, в принципе, вот с Урала роса выпадает на Кавказских горах. Ну, что совсем с географией плохо. Автор не знает, где все это находится и о чем он говорит, в принципе. Первые два слова прекрасно понятны, первые две строки, как хорошо и приятно, когда братья вместе. Есть даже такая застольная песня на иврите. Собственно, это вот повторяются первые две строки. И если вы видите, когда собираются иудеи, и израильтяне, они нередко поют эту песню, да, такую протяжную. Повторяются просто эти первые две строки. Они хороши, понятны и приятны, да. Но все остальное оказывается абсолютно неясным, и при чем здесь вообще Давид. Но давайте разберемся. У нас предшествующий Псалам 131 был про то, как наш паломник, а песня восхождения мы понимаем прежде всего, как паломника, поднимающегося по ступеням в храм. Вот он, наконец, дошел, может быть, еще не до храма, но он дошел до той ступени очень высокой, где он понимает, зачем он туда пошел. Что он пошел ни здоровья просить, ни успеха в делах, ни семейного благополучия, хотя все это он тоже хочет получить и рассчитывает получить. А он пошел найти место для Бога в своей жизни. И вот, наконец, он его находит в 131-м Псалме. После всех этих восхождений, когда он кричит из бездны, когда он говорит, враги меня преследуют, спасибо Господи, что ты меня избавил. Потребительское такое отношение, мы говорили. И вот, наконец, он дал Богу место. И он встречается с братьями. Вот это самое интересное. С Богом хорошо, а с братьями? Ну, вот у меня так сложилось, что родных братьев нет, есть две сестры. Правда, мы росли в разных семьях, поэтому я вот этого не испытал, но мы прекрасно знаем, как дерутся братья и сестры. У меня, в свою очередь, трое детей. Как они часто не ладят. И это не всегда хорошо и приятно. Что же делает вот это пребывание вместе приятным? И когда человек приходит в храм, когда он приходит, грубо говоря, в церковь, Ветхозаветную или Древний Израиль, Новозаветную или Христианскую, ну, встречает довольно много неприятных людей, людей, с которыми ему трудно ужиться, на которых он смотреть не хочет. Лучший елей, что стекает с головы на бороду, на бороду Аарона, на ворот одежды, это елей помазания. Аарон – это священник, первый священник и первый священник. Да, вот Моисей, его брат Аарон, Моисей – пророк, а Аарон – священник. Собственно, это обряд помазания. И входя в ворота храма, наш паломник оказывается в пространстве священном. Он оказывается в пространстве, где священники, потомки Аарона, совершают его служение. И вот именно помазание Аарона делает приятным пребывание братьев вместе. Никакой логики опять нету, да? Ну вот, допустим, он священник, он помазан. А зачем мне вот эти вот мои братья, на которых глаза бы мои не глядели такие, они неприятные. И роса с Хермона сходят на горы Сионские. Так это вообще-то чудо. Это то, чего не должно быть. Но в храме бывает. Почему? Потому что Херман – это главная гора, северная часть израильского царства, которая и при Давиде, в общем-то, старалась отделиться. Там было и даже не одно восстание, мятеж, когда израильтяне, кроме иудеев, кроме родного колена или племени Давида, отделялись от царства. И это самая-самая дальняя возвышенность вот в этой северной части Израиля. И вот она приходит на Сионскую гору, эта роса. Вот эта благодать роса, что такое-то? Влага, жидкость для Ближнего Востока. Влага – это главное, что нужно, да? Потому что ее не хватает нам с нашими сибирскими реками, с озером Байкал, наверное, не очень это понятно. Но там это величайшая ценность. Не золото, не жемчуг, а именно вода. И роса – это та вода, которая нисходит с неба. Это не река, которая течет, не колодец, которую человек выкопал. Она просто каждое утро появляется. И вот эта благодать от Бога, она проявляется именно в Иерусалиме в месте встречи. На Сионском холме, где стоит храм, или, может быть, при Давиде еще скине, встречаются братья. И вот это помазание, вот это служение Богу в храме, оно помогает им преодолеть вот эти отторжения, которые будут. Потом царство развалится. И, кстати, Псалом, возможно, сложен, хотя вот сказано, что Давидом, но как-то вот он стал актуален, скажем, особенно у времена разделенного царства. Господь этому месту дал благословение и жизнь навек. То есть место встречи братьев – это храм. Или храм – это не только место встречи с Богом, это место встречи с братьями. В том числе с разделенными, с теми, кого мы считаем неправильными братьями, еретиками, раскольниками. Они же так и относились друг к другу. Кто такие самариане, самаритяне? Это потомки северных колен, ну и других разных народов. И это все вот очень легко актуализировать. Я уж не буду давать какие-то современные намеки. Вот те, которые не наши, те, которые неправильные, которые отделились, с которыми мы общего ничего не хотим иметь. Но в храме мы с ними встречаемся. Если, конечно, и мы, и они туда придут. Вот, собственно, единственное условие. И там вот эта встреча произойдет, там это освящение, которое идет еще от Аарона, там вот эта благодать, которая как краса не сходит с неба каждый день, причем в самых разных местах, на любой канонической территории, как мы сегодня говорим. Но именно в этом месте, вот храм должен стать местом встречи братьев, чтобы им хорошо и приятно быть вместе. Потому что в нашей жизни, к сожалению, очень часто братья, идет ли речь об отдельных людях, о конфессиях, нациях, государствах, прочих социальных группировках, они не вместе. Они находят любые поводы посмотреть, чем они отличаются друг от друга и противопоставить себя вот плохим этим. А храм – место, где это должно преодолеваться. И паломник не может войти в храмовый двор, пока он не протянет руку вот этому брату, которого он, может, и за брата не считал, но с которым он встречается у ворот храма. Это предпоследняя песня восхождения. Следующая будет, собственно, уже входом в храм. Это очень важный момент. То есть апсалом не просто загадка, но апсалом призыв к тому, чтобы любить брата. Вот не абстрактно, как часто эту заповедь «Любите братьев своих». Ну да, ну да. А вот конкретно протянуть руку тому, который пришел из Галилеи, с этой самой горы Хермон, потому что и он – роса Божия, которая выпадает здесь, в Иерусалиме.